Сочи – лидер экономики Кубани в курортной сфере. Олимпийская столица дает больше половины всех доходов с курортной отрасли в бюджет края. Такого результата, отмечает Анатолий Пахомов, удалось добиться благодаря активной рекламной кампании в разных регионах страны. А в конце прошлого года Сочи впервые принял участие в международных турвыставках. Итог – уже с марта город начнет принимать первой группой китайских туристов. Благодаря международному туризму курорт будет загружен и в межсезонье. Те же самые китайцы, и те же самые иранцы, да и жители других стран, они выбирают не только лето и не столько лета. Выбирают не только зиму и именно праздничные дни. Они выбирают как раз обычные дни для того, чтобы осуществлять экскурсии по городу, для того, чтобы заниматься оздоровлением, лечением. Поэтому у нас есть чем заниматься, есть перспективы, мы их понимаем и останавливаться на достигнутом не будем. Первый, так называемый, полноценный горно-лыжный сезон после Олимпиады также оказался достаточно успешным. Только за 10 дней в Сочи прибыло 167 тысяч гостей. А в целом горный кластер посетило более 370 тысяч человек. Но за весь зимний сезон курорт ожидает около 1 миллиона гостей. Для сравнения, раньше не удавалось превысить цифру в 400 тысяч отдыхающих. Интерес много людей, интерес и в нашей инфраструктуре существует. У нас она уникальная, логистика хорошая. Поэтому уверен в том, что при нашей работе, тут нельзя надеяться только на то, что теперь все будет хорошо. А при активной работе власти города, при активной работе предпринимательства города, мы достойно будем жить. Конечно, не обошлось и без недочетов, отмечают власти города. Самую большую работу над ошибками придется провести представителям бизнеса. Кому-то не хватало продуктов, а некоторые в период новогодних каникул, например, салона красоты, и вовсе закрылись. Местным предпринимателям, а также работникам сферы гостеприимства необходимо поменять подход. И тогда бренд Сочи-2014 уверенные специалисты заработает на все 100%. Наш город такой, он круглогодичный, поэтому он и должен предоставить всем тем людям, которые к нам приехали, все возможности для полноценного отдыха и полноценной жизни. Это не дело, когда многие, так сказать, уезжают. Это не дело, когда чашка чая где-нибудь там в горном классе стоит 700 рублей. Это не дело. Вы должны понимать, откуда берется, так сказать, такое ценообразование. И, конечно, мы должны менять психологию людей. Это очень важно, чтобы наши гостицы приезжали, и приезжали второй раз, и третий раз, и всегда приезжали. Виталий Игнатенко, как известно, самым активным образом продвигает интересы Сочи в правительстве страны. За патриотизм глава Сочи наградил его нагрудным знаком признания и почет сочинцев. Ну а план событийных мероприятий на курорте расписан на год вперед. 189 масштабных праздников пройдет на курорте в 2015-м, а вместе с ними и соответствующий наплыв туристов. Если же, несмотря на все это, здравницы не обеспечат себе загрузку хотя бы наполовину, им поднимут аренду на землю. Соответствующий документ глава Сочи намерен в ближайшее время предоставить на согласование в городское собрание. По мнению главы курорта, такие меры помогут мотивировать бизнес на самостоятельную работу и рекламную кампанию. Елена Всецна, Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.